Алкогольная зависимость – одна из самых распространенных напастей современного мира. Она становится причиной разрушения семей и деградации личности со всеми вытекающими последствиями. Среди страдающих от данной зависимости все чаще встречаются подростки и мужчины от 25 до 35 лет. Еще с 1913 года церковным обществом был учрежден Всероссийский день трезвости, целью которого было распространение в обществе понятий о вреде пьянства. На время праздника были закрыты казенные винные лавки и запрещена продажа алкогольных изделий. О том, как обстоят дела с употреблением спиртных напитков в городе и какой возраст наиболее подвержен привыканию к алкоголю, рассказывает врач-психиатр-нарколог в городской центральной больнице Камал Ордашов. Алкоголизм – это хроническое заболевание. Она в первую очередь вызывает привыкание, потом уже зависимость. Вначале человек увлекается, пьет для себя, для успокоения, для удовольствия или для чего-то. Потом он уже не может без пятно, он не затягивает каждый раз, у него уже мания происходит. На фоне этого у него нарушается психика, называется психоз. Также алкоголь – очень вредная вещь, это как бы яд медленного действия. Год – молодой возраст в основном встречается. Начинаются подростки, подростки начнут уже пить, ну, в основном 20, 25, 30 лет. Уже более взрослые, видимо, уже понимают, какой вред она наносит. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдул Насыр Тавбиев отметил, что не только в день трезвости 11 сентября, но и каждый день любой из нас может нести свой вклад в общее дело, в борьбе со злом для всего населения. А самое главное – призывать вести трезвый образ жизни. Немало работы проделывают и сотрудники ГИБДД, проводят рейдовые мероприятия, акции и беседы различного характера. Со сравнением с прошлым годом у нас, конечно, уменьшилось. Это также и, наверное, связано с ужесточением штрафов, это 30 тысяч за управление в нетреннем состоянии и, конечно, лишение права управления. В прошлом году у нас было 126 водителей привлечено к данной ответственности, а в этом году у нас 42. Поэтому какой-то вклад и вносит ГИБДД. В ходе беседы Абдул-Насыр Тавбиев подчеркнул, что каждый нетрезвый водитель должен понимать, что в один момент он может подвергнуть опасности не только себя, но и лишить жизни других людей. Поэтому призвал отказаться от управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Бурлия Цамбеева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова